Привет, дедушка, поздравляем тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Полковник уже давно в отставке, но по-прежнему старается оставаться в строю. Дает интервью, регулярно встречается со школьниками и неплохо справляется по хозяйству. В 93-й день рождения Денис Михайлович Иохин весь в делах и заботах. Проверяет, всё ли готово к приёму гостей, отвечает на телефонные звонки. «Я привык трудиться. Я же опыт имел, работаю. Естественно, я встречался со школьниками, я постоянно был в ходу». У ветерана десятки медалей и орденов, но особо ему дорога медаль за боевые заслуги, которые он получил за участие в Курской битве. Он хорошо помнит этот день. 10 июля 1943 года Денис Михайлович Иохин получил боевое крещение. Его первый бой состоялся на Курской дуге. Говорит, было страшно, но бились до последнего. «На себе нанесёшь винтовку, на себе патроны нанесёшь, коробка с патронами. На себе пиломёт, тело пиломёт. То есть всё на себя носишь. И идёшь вперёд. А немцы бьют и сверху, и стреляют. И нас стреляют. И сверху авиация, и артиллерия бьёт. Всё бьёт, и всё на нас. Дениса Михайловича тогда ещё никто не звал по отчеству. Ему было всего-то 18 лет. Молодого смелого солдата определили в 42-й стрелковый полк 5-ю дивизию Брянского фронта. Борьба на Курской дуге продолжалась с начала июля до 23 августа 1943 года. Рассказывая историю своей жизни, он вспоминает товарищей, которые так и не вернулись из боя. Я своих треземного потерял. Одному товарищу я хотел спасти. А мне говорят, давай вперёд. Никаких там, сестра идёт. Она ему поможет. И всё. И так далее. Это страшное, страшное дело. Советские солдаты отдали жизни на Курской земле. Но врага не пустили. Дни гитлеровской Германии были сочтены. Красная армия шла вперёд. Денис Михайлович на фронте был контужен. Попал в госпиталь. Но это не сломило молодого бойца. Уже в апреле 1945 года по ускоренному курсу закончил Первое Саратовское танковое училище. И получил офицерское звание. К тому времени армию оснастили новыми танками. И погрузив их на железную дорогу, бойцы выдвинулись на Берлин. Весть о Великой Победе встретили в пути. И мы встречаемся, обнимались, целовались. Видели настоящую жизнь. Денис Михайлович – участник Парада Победы 1945 года в Берлине. После войны он женился. Родилась дочь. В Севастополь приехал в 1961 году. Считает город у моря родным. Хоть и родился в Николаевской области. В дни Крымской весны Денис Михайлович выезжал на блокпосты и подбадривал севастопольцев. Говорит, если бы понадобилось, был готов снова пойти в бой. Да хорошо, что ничего тут не было, никаких стрельб не было. Дочь Дениса Михайловича рассказывает, что несмотря на почтенный возраст, её отец занимается военно-патриотической работой с молодёжью, воспитывает правнуков и всегда старается прийти на помощь. Это замечательный человек не только для нашей семьи, а всем, кто с ним общается, кто с ним беседует, кто с ним встречается. Они находят разновозрастная группа людей, встречаясь с ним, становятся как его дети, внуки, те, с кем он работал, с кем он общается. Даже в этом доме к нему приходят с утра звонки, поздравления от соседей, от друзей, от знакомых. Я пыталась нарисовать дедушку, передать его образ на его день рождения. Это как подарок, такой я ещё никогда не дарила. Я пожелала дедушке, я написала, «Дедушка, я тебя очень сильно люблю, желаю тебе крепкого здоровья, радостных дней и долгих лет жизни». На этих фото вся его жизнь, непростая судьба. Денис Михайлович искренне радуется каждому дню и своей большой дружной семье. Он воспитал дочь, внука и внучку. Сейчас подрастают четверо правнуков. Они – его гордость и надежда. Дай Бог каждому человеку, такую семью, таких детей, как у меня. А мы хотим сказать, что дай Бог каждому иметь такого дедушку, на которого можно равняться. Это для нас пример и образец чести и достоинства.